Пьёк занимается подрождением Хака, это его транспортное отношение. Рассказывается о том, что Авраам сидел, что его посетили ангелы. Он их там пригласил, потом они сказали, что они собираются уничтожить Содом и Гаморру. Он просит Содом и Гаморру, если найдутся праздники, чтобы их уничтожать. В дальнейшем ангелы вывозят Лота из этих городов. У Лота от его дочери рождается Савальян. Мао, прям он. В дальнейшем рождается Исхар. И отсылает Сара своего, свою дураку с Исхарем, сыном. И потом в конце уже дается Аврааму, как говорится, считается последнее такое испытание, 10-е, где он должен принести уже от своего родственного Исхара. Вот, глава, ну, довольно-таки неинтересная. Прошу, Сара. Вейра. А, Вейра, это не очень. Следующая, конечно, Рада. Вейра это... Вейра. И мы видим... Перед этим, как бы, передающая глава заканчивается тем, что Авраам совершил отрезание. И вот Господь ему является, написано во время дневного, и считается, что это третий день, третий день после отрезания, он самый тяжелый, самый болезненный. И является Аврааму достойным, как бы, с этим Господом, ну, говорит, не говорит, ведь не сказано, что. И тут он увидел в основе, увидел спутников, как бы, все потом знают, что это ангелы. Но он сразу побежал именно в третий день, и вообще, как бы, задается вопросом, как это он побежал. Он, например, больной, он-то там ходит в дом, наверное, а тут взял и побежал. Ну, и считается, что вот один из этих ангелов был как раз Рафаэль, который прекратил его исцелить. И он только увидел этого ангела, и исцелился, и поэтому смог побежать. Поэтому надо понимать, что нам для исцеления надо иногда совсем чуть-чуть, может быть, что-то увидеть, и мы можем даже вот так, мгновенно, исцелиться. Вот. Ну, ангелы пришли, он их там покормил. И когда они уходят в этот залез, то говорится, что Господь не удаёт Авраама, я расскажу ему, что собираюсь сделать с городами. Почему не удаёт? Ну, во-первых, наверное, потому что там в лоб уже живёт, племянник Авраама. И Авраам, слыша это, он просит, просит за жизнь этих городов, говорит, что, ну, может быть, ты простишь их. И вот, как бы, тут такая ситуация интересная. Если снова вспомнить, да, он строил этот ковчег. И ковчег, ну, какой ковчег он был? То есть там вместились животные. Ну, если мы подумаем, да, в разум, то там три-то властей, три-то властей, ну, даже если расстояние измерить, ну, как туда можно этих животных оберечь? То есть там, ну, не влезут они никак. И, в принципе, даже вот Нахмани, там, в каком-то, который жил в 1194-1270-х году, он уже сказал, что, ну, действительно, даже вот не уместится. Но Господь бы сделал такое чудо, что они вот там поместились. И было чудо, когда, например, когда народ весь забирался в храме и кланялись, то есть тоже весь народ как там поместится. Но они кланялись, не ударялись как-то друг от друга. Это чудеса Господа, которые происходят. И Ной строил этот ковчег, но он, наверное, тоже понимал, как они туда вместятся. Но он строил почему-то. И Авраам тоже просит, как бы, за эти города. Но мы знаем, что Господь уже предопределил их уничтожить. И непонятно, зачем Господь, но вступает с ним в этот способ. И есть правительства, и нет, он уже знает, что их нету, да? То есть зачем вот это вот совершать, вот эти действия? То есть, ну, если понятно, что они уничтожены, будут. И смысл в том, вообще, все сводится к тому, что каждый должен делать свою работу. То есть, Ной должен был устроиться ковчег в 120 лет, как понятно. Хотя он, может, не понимал, что не уместится, но Господь делает свою работу, он вместился. Так и здесь, Авраам, как бы, он просил, Господь знал, что эти города будут уничтожены, это его работа. Но Авраам это не знает, и мы многое не знаем, и мы все равно, как бы, выполняем свою работу. Мы молимся, как бы, или просим за что-то, что уже, в принципе, может быть, вне нашего понятия, но предвещено. То есть, ну, как бы, понимание должно быть, что каждый должен делать свою работу. То есть, Авраам просил за эти города, молился наверху за них, но Господь делает свою работу. И мы не всегда можем понимать, зачем она нужна. То есть, вот, тут тоже я читал, вот, интересно такое, что учительница сказала, там, на уроке, что наука доказала, что религия – обман. И в известном рассказе о посоле, да, может, что на мной строить как чех, но как чех не мог бы уйти из себя животных. И вот этот человек, мальчик там, 17-летний, когда вот слышал от этого, от учительницы пошел, потом оккупил Тору, чтобы узнать, что там мной строил, поэтому, поэтому, ну, потому что он не знал об этом ничего. И, в принципе, таким образом пришел к вере. То есть, мы не знаем иногда, как, что повернется. То есть, мы думаем, что это, может быть, все-то плохое, оно может повернуться к хорошему. Но надо понимать, что каждый должен делать свою работу. Даже вот, предыдущая глава, она там рассказывает о том, что Авраам жил там, обрезание сделал вместе, в Мамре называется, да. Почему он так называется? Потому что там, ну, тот человек, которого так звали, а почему вот так упоминается в Библии? Говорит о том, что, как бы, он дал совет Авраам, как сделать это обрезание, потому что Авраам всех обрезал, да, и, ну, обрезание всегда делается кто-то другой, именно Мамре, да. А он дал совет простой, довольно-таки, говорит, ну, если не найдется, кто тебе делает это обрезание, сделай его сам. И вот его имя, Тони осталось навсегда. Хотя, ну, дал совет. То есть, мы должны понимать, что тоже должны давать советы, если у нас есть понимание какой-то ситуации. И, может быть, и нашим, где-нибудь, за тысячи лица. И в дальнейшем, когда выводят Ангелы, Лот и его семью, они говорят, не оборачиваются, да. И мы знаем, что она Лот и обернулась, и стала, как, скажем, не кто-то. Ну, и есть тоже такой вот, ну, не мать, это там. В случае Крэба пришел к его ученик и говорит, ну, как ученик, ну, он бизнесом занимался, он, где дела пошли, что-то плохо, есть кредита. Никак, ничего не получается. Ну, хоть не знаешь, что сделать. Он говорит, ну, запрыгни ко мне на стол. Ну, что, ну, что такое. Ну, Rabe говорит, надо сделать. Ну, отступил на пару шагов, ну, и запрыгнул. Он говорит, ну, что ты, что ты сделал? Ну, как? Вот, вот, запрыгнул. Нет, что ты сделал перед этим? Ну, ну вот, отошел потом, разогнал, запрыгнул. Он говорит, видишь, надо забыть то, что было сзади, но не смотреть на то, что сзади вот так вот, а все-таки сделать какие-то шаги вперед, потому что ты в каждый момент можешь сделать что-то новое, и в дальнейшем говорится о том, что он стал, если накупим, в этом случае, одним из самых бонат. Вот, и жена Лота, она ее экономила, вот эта задняя, то есть сзади могут быть у нас не только какие-то проблемы, сзади у нас могут быть даже какие-то большие заслуги, мы можем вспоминать, какими мы богатыми были, может еще что-нибудь, и вот это нас может, как ни странно, тормозить, но нам иногда надо просто идти вперед, не задумываясь о том, что было сзади. Мы знаем, что у Павла, который говорил об этом, что каждый день он встает и обновляется. И в конце у нас Авраам идет приносить жертву Исхака. И если мы посмотрим на то время, то есть для нас сейчас это минимум вообще принести своего сына в жертву и прочее. Если мы вернемся в то время, в принципе, Авраам жил в то время, где в порядке вещей были такие из-за лопоклоннические жертвы, то есть там погода испортилась, ну что-то не так, да, весь экологический условие поменялись, но может быть кого-то принесел жертву. И может быть это даже будет ребенок чей-то, то есть было всякое, и тогда это в порядке вещей, но сама сущность Авраама именно была, то есть это для всего мира в то время была небольшая проблема, но для самого Авраама это была очень большая проблема, потому что он был не такой. У него сущность была, мы знаем, сущность Авраама это хэк, милосердие, то есть он был совсем другой, то есть для него сделать такие поступки, это переступить через себя. И вот это жертвоприношение как бы Исхака, это не столько даже жертвоприношение для самого Исхака, как бы это вот такое самоотвержение для Авраама. То есть он должен был полностью сюда, как бы вот здесь такое понятие в еврейской традиции называется Титун, там аннуляция перед Богом, то есть он должен быть сюда, ну как бы аннулировать, переступить и проявить какие качества, которых у них в нем не было. То есть вот это качество называется ура, суровый, и чтобы как бы именно довести вот это то, что Господь ему сказал до завершения. То есть он вполне был готов, мы знаем, убить своего спина, но Господь нашел ему другую жертву. И вот нам надо тоже иногда как бы делать, как Абрам, во-первых, он, например, тоже как бы вот немножко переступил через себя, когда заговорил с Господом. Ну Господь ему сказал про Амора и Эйвеса, что они у них уничтожены, но он почему-то не согласился с Господом, а начал, да вообще переступил к нему, то есть он даже так жестко поступил, и стал у него требовать, чтобы эти города, можно сказать, остались. И здесь мы видим, что иногда надо переступать через себя и делать все эти вещи, может быть, нам не свойственные, но это будет, может быть, нам во благо. Вот об этом эта глава. Шабах-шалом!